Сегодня, 29 апреля, по поручению главы Дагестана Сергея Меликова состоялся общереспубликанский субботник, к которому присоединился и Каспийск. С самого утра представители администрации, общественных организаций, волонтеры и студенты вышли на улицы города, чтобы навести порядок. Весь коллектив библиотеки имени Фазуалива решила также присоединиться к данной акции и также всех наших горожан соблюдать чистоту, порядок, также выходить и поддерживать данные акции. В рамках данной акции субботник был проведен на следующих территориях. Улица Халилова, Акульничева, Амитхана Султана, Сулейман Стайского, Рженикицы, городские пляжи номер один и номер два, парк, а также территорию военного и мусульманского кладбищ. Стоит подчеркнуть, что каждая территория была закреплена за определенной общественной организацией. Территория нашего субботника с автостанции по Сулейман Стайского, вся улица до Халилова. Весь коллектив централизованной бухгалтерии, вот они выполняют работы, побелили все елки, собрали мусор, имеющийся на территории, ну и по сию минуту работаем, выполняем все поручения. Лопаты, грабли, мешки для мусора и кисти для побелки являлись главным атрибутом горожан. По словам представителей МБУ «Зеленый город» Резвана Османова, общественной организации была проведена масштабная работа по нескольким объектам. В данное время проводится на территории городского парка имени Халилова по прибрежной зоне подбор мусора, покраска скамеек, замена урн, замена ламп. По электрической части будет проводиться работа до конца дня. На данном участке будет восстановлено водостабжение сегодня у нас. Отметим, что в субботнике были задействованы различные структурные подразделения нашего города. Каспийс Газсервис, Каспийс Энерго, Каспийс Теплосервис и представители администрации города под руководством главы Каспийска Борисом Гонцовым. А также в субботнике приняли участие некоторые образовательные учреждения города. Работы проходят по всему городу, идут работы в управляющих компаниях, они убирают прилегающие территории домовладений. Также у нас идут работы на территориях школ и детских садов. Как отмечает специалист управления ЖКХ города Каспийска, большое внимание было уделено и туристическим объектам, а именно береговой зоне. В порядок были приведены раздевалки, беседки и многое другое. Кроме того, изъявили желание принять участие в субботнике представителя реабилитационного центра «Аманат». Отметим, что и ранее организация принимала участие в подобных мероприятиях. Я считаю, что эти субботники очень важны и очень необходимы, тем более для нашего города. Так как наш город в нашей республике считается одним из самых красивых, чистых. Сюда любят приезжать туристы и так далее и тому подобное. Если каждый житель нашего города будет хотя бы раз в месяц выходить, проводить субботники, убирать просто, хотя бы за собой убирать мусор, то я думаю, у нас город будет самый чистый не только в Дагестане, но и в России, а может и дальше. Важно отметить, что колоссальная работа была проведена представителями Каспийской флотилии во главе с Борисом Концовым на территории военного кладбища. Были посажены деревья, приведен в порядок газон и визуально отреставрированы надгробные таблички всех солдат, которые погибли в Каспийске в тылу во время Великой Отечественной войны. Мы с нашим отрядом Юги Каспий узнали, что проходит международный субботник и решили помочь нашему городу. Сейчас мы занимаемся восстановлением табличек, чтобы молодое поколение знало и помнило эти имена. Всего в субботнике приняло участие порядка двух с половиной тысяч человек.